Из компании «Одноклассники». Все так? Все верно. Поэтому… Проходите быстрее, быстрее, быстрее. Ладно. Приятного прослушивания, Александр. Окей. Значит, всем привет. Сегодня мы поговорим про Service Discovery. Надеюсь, многие из вас знают, что это такое. Но по ходу дела мы выясним этот вопрос. И также выясним, почему данное понятие лично для меня чуть больше, чем кажется изначально на самом деле. Так. Ладно, ждем опоздавших чуть-чуть. Я пока тут расскажу про себя. Меня зовут Александр Тарасов. Я работаю инженером в компании «Одноклассники». Пишу в Twitter. У меня есть несколько open-source проектов на GitHub. Я пишу статьи на Хаббер. И у меня есть собственный блог, куда я пишу менее, так скажем, большие статьи, чем на Хаббер. Везде можно подписываться. Можно подписываться на RSS, в Хаббер-Хаббре добавляться. В общем, как хотите. Значит, идея вся этого доклада появилась из того, что у меня есть один из проектов, который называется Spring Cloud Marathon, и который является интеграцией между Spring Cloud и Mezos'ом и Marathon. Ну, по ходу дела я расскажу об этом чуть подробнее. Вот. Об этом я довольно много покопался, кто как это на самом деле устроено, и поэтому готов рассказать. Значит, что сегодня будет? Ну, будут простые вещи. Есть у нас новая реальность, в которой мы живем. Есть новые проблемы. Поймем, что такое сервис Discovery, с чем его едят. И посмотрим, как это сделано в Spring Cloud. И первое, что нам нужно понять, это вообще, в чем именно проблема, и чтобы понять, в чем эта проблема, нам нужно окунуться немножко в прошлое. Да, то есть когда-то, я думаю, что многие из вас застали те времена, когда приложения были монолитными, классическая, трехзвенка. Ну, в университете точно все проходили подобные схемы. И в таких приложениях, как правило, количество внешних ресурсов, которым мы взаимы удаленные, их было мало. То есть это были какие-то статические ресурсы, как правило, connect к базам данных, а в лучшем случае какая-то конфигурация Java EE-кластера для того, чтобы вызывать удаленные и JPE-везовые. И было, в общем, все довольно понятно и очевидно. То есть хост и порт были, как правило, статичны. И самое главное заключается в том, что конфигурация менялась редко. Ну, поскольку ресурсов не так много. По крайней мере, в новый железный сервер вы пока поставите, потом его там сконфигурируете. В общем, нужно время. И поэтому классическое решение проблемы, оно не менее классическое. Берем базу данных, кидаем туда k-value, получаем все ресурсы простым select-запросом. В общем, все просто. Ну, или вот еще XML можно взять и точно так же прописать, что и где у нас есть. Можно даже веса тут проставить, например, без проблем. Однако, рано или поздно мы все понимаем, что, особенно многие большие и крупные приложения, не могут работать в монолитной архитектуре, и нужно отпочковывать какие-то сервисы. Я специально тут зачеркнул слово микро, потому что это просто то же самое, на самом деле. И у нас появляются уже внешние ресурсы. Их становится много. У нас становится много инстенсов сервисов. Нам нужно как-то их вызывать. У нас начинается межсерверное взаимодействие. И в этом случае, на самом деле, если мы сервисы разворачиваем точно так же на каких-то железных серверах или виртуалках, на самом деле мы можем остаться в рамках нашей статической конфигурации, просто взять ее и шаблонизировать любыми средствами. Ansible, Shape, Puppet, CFEngine, что вы хотите. Ну, тут приходят хипстеры в какой-то момент, начинают набегать, докер, клауд, облака, контейнеры, в общем, все понятно. И мы приходим к тому, что мы начинаем разворачивать наши приложения с помощью оркестраторов. То есть у нас начинается динамическая конфигурация. Мы приходим к такой паз модели, локальной своей. И мы уже не работаем с какими-то физическими серверами, хостами, портами. Мы работаем с ресурсами. У нас есть ресурсы по памяти, ресурсы по процессору, количество инстесов, которые мы хотим развернуть. И в нашем случае, как правило, порт, он неизвестен в общем случае. В итоге мы получаем, что наша система становится более, скажем так, динамичной. Мы о ней становимся меньше знать. По крайней мере, мы заранее не знаем, где что будет развернуто. А конфигурация начинается меняться так часто, поскольку у нас начинаются всякие continuous delivery, devops и прочие вещи. В итоге сервис Discovery ставит первый вопрос, базовый. Это вообще, в принципе, какой инстанс нашего сервиса мы можем вызвать. Правильно? Мы должны знать, что мы хотим вызвать, иначе мы не сможем это сделать. Однако, можно копнуть глубже. Вот у нас есть простая задачка. Она очень простая. То есть нужно показать обложку для фотоальбома. И чтобы ее сделать, нужно вызвать пять параллельных сервисов. То есть пять сервисов, которые нужно вызвать в параллели, потом как-то замерзжить и получить результат, отдать его пользователю. В идеальном мире можно вызывать хоть один инстанс сервис, хоть другой инстанс сервис, все будут отвечать быстро с положительным ответом. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, и сервисы имеют обыкновение чаще работать как-то не совсем так, как мы, возможно, предполагаем. Поэтому представим себе, что вызов единичного сервиса у нас, вот успех, это 99%. Эта цифра не имеет никакого отношения к реальности и взята для упрощения математики. И когда мы посмотрим на SLO нашего, скажем так, уже конечной нашей компании, когда мы уже агрегат даем пользователю, то оказывается, что вероятность успеха единичного сервиса, уже не единичного сервиса, а всей нашей конструкции, она уже гораздо хуже. Фактически в пять раз. То есть вместо одного ошибочного вызова или стаймаута мы получаем пять. Но это простая, собственно говоря, теория вероятности, которая работает. И поэтому сервис Discovery должен отвечать еще на один вопрос, это какой instance лучше подходит для вызова, потому что это обеспечивает релабилити нашей системы. И мы хотим вообще как-то так, чтобы у нас вот, чтобы впихнуться, нам нужно количество девяток, скажем так, каждого вызова успеха одного сервиса, она уже как-то увеличивать, правильно? И поэтому мы должны ответить как бы на тот вопрос, а как мы можем увеличить вероятность успеха одиночного вызова нашего сервиса. Значит, есть простой способ, который называется Speculative Rate, right? Он говорит о том, что мы делаем не один вызов в один момент времени к одному инстенсу, а два, к двум разным инстенсам одного и того же сервиса. Затем мы получаем ответ, и первый ответ, который положительный с нашей точки зрения, мы его берем, все остальное отбрасываем. Он когда-то закончится, пойдет по таймауту, неважно. То есть мы берем первое, то, что нам приходит. В этом случае наша, скажем так, вероятность успеха у нас драматически увеличивается. То есть тут тоже простая, на самом деле, математика, которая показывает, что у нас сразу же мы переходим к двух девяток, практически к четырем девяткам. Ну, по крайней мере, к трем точно. И мы выполняем нашу задачу. И Speculative Rate, на самом деле, он действительно хорошее решение, оно надежно в эксплуатации, но у него есть такие проблемы, как, например, что все операции должны быть идемпатентными. Если вы, скажем, любое чтение из базы данных является идемпатентным, но если вы что-то пишете, есть ли это какие-то логи дополнительные, есть ли это какие-то месседжи, есть ли это e-mail и все. То есть мы уже, будет гораздо сложнее это сделать. А во-вторых, количество вызовов в системе увеличивается в два раза. Ну, тут, в общем, не надо объяснять, почему так получается. Есть вопрос, как бы является ли это проблемой для конкретно вашей системы или нет. Ну, за все нужно платить. То есть всегда есть трейдов. Соответственно, мы получаем больше релабилити, но при этом мы получаем какие-то недостатки. Но даже в случае Speculative Rate мы все равно хотим знать о том, какой инстанк вызвать лучше. Ну, или, по крайней мере, два инстанса, какие мы можем выбрать из тех кандидатов или как угодно. И первое, что нужно понять, что на самом деле мы ничего не знаем в нашей системе в общем случае. И нам нужно как-то узнать. И мы каким-то образом должны это узнать, получить состояние нашей системы. Затем мы должны профильтровать, то есть убрать инстансы, которые не подходят с нашей точки зрения. Эта фильтрация может быть простой, например, на базе health check-ов, а может быть чуть более сложной, когда мы убираем инстансы из другого дата-центра. В принципе, тоже по понятным причинам. Но даже в этом случае, в конце концов, нам нужно вызвать тот инстанс, который мы хотим вызвать. Есть у нас больше одного инстанса, мы должны принять некоторое решение, какой вызвать конкретно. Поэтому у нас должно быть некоторое правило, по которому мы это дело выбираем. Ну и в конечном счете клиент счастливо вызывает хороший инстанс сервиса и все замечательно становится. В общем, вся эта воронка продаж, а в ней наши инстансы пытаются себя продать, она заключается в том, чтобы увеличить как раз-таки эту вероятность. То есть, проходя через это сито, мы отсеиваем плохие инстансы и пытаемся выбрать наилучший с нашей точки зрения для того, чтобы повысить вероятность вызова. Ну и первый вопрос, который мы решаем, это как нам получить наше состояние. И в принципе для этого нам нужен сервис registry. Обычно, можно сказать, давайте в базу запихнем property file, там, хуже всего environment variables, это вообще не вариант. В общем, все это не нужно использовать. Что можно использовать? Можно использовать специализированные решения, такие как Netflix, Avrica, Consul, etcd, zookeeper или какие-то, можете самописные написать, в принципе, которые вам нужны. Основная задача всех этих решений заключается в том, чтобы уметь регистрировать туда наши инстансы сервисов, как-то проверять их здоровье, либо сервисы могут сами сообщать о том, что они живы посредством хорбитов, ну то есть, можно либо так проверять, либо по-другому. Если в случае того, если у нас health check вдруг проваливается по какой-то причине, мы должны этот сервис, точнее, этот инстанс сервиса пометить как ненадежный, как плохой. Соответственно, мы его можем разрегистрировать даже в нашей системе и, например, попытаться его передеплоить, как многие оркестраторы делают. различного рода распределенные логи. Для того, чтобы держать конфигурации консистентные. Скалируется это горизонтально, как правило, с помощью различных клиент-агентских систем. Соответственно, позволяет горизонтально скалироваться. А Эврика просто используются одноранговые пиры. В принципе, это детали, которые в сегодняшнем докладе не совсем важны. Но можно пойти дальше. То есть, вот эти решения, которые специализированы, они есть, их можно использовать. Можно пойти дальше. Мы же все знаем с вами, что мы, если вы используете большое количество различного рода контейнеров, а скорее всего, вы микросервисы разворачиваете внутри контейнеров, то вы, скорее всего, их разворачиваете с помощью какого-то оркестратора. И, как правило, оркестратор уже все так все знает. Вот, например, Mezos, это является, в принципе, таким решением. Он внутри себя уже содержит ZooKeeper для того, чтобы хранить конфигурацию. Фактически, у него есть расширение, так скажем, фреймворки. Марафон является, о котором будем говорить, это является одним из фреймворков, который как раз-таки может Mezos уговорить, что мы хотим там развернуть, скажем так, долгоиграющие задачи, то есть, например, наши сервисы. Фреймворки могут быть разные. То есть, есть фреймворки, которые, например, разворачивают, ну, как бы позволяют запустить, например, краткосрочные задачи, есть специализированные фреймворки под Hadoop, например, или под Jenkins. Марафон является универсальным таким фреймворком, который позволяет запускать докер-контейнеры. И, в принципе, потом, да, то есть, мы говорим, что мы хотим запустить то-то, то-то, и Mezos мастер, соответственно, он знает, у него есть набор слейвов, и он знает, где и как, собственно говоря, наши инстансы уже развернуты. Поэтому, как-то выглядит это все вот следующим образом, да, то есть, у нас есть некоторые приложения, есть некоторые, соответственно, его развернутые инстансы, которые мы развернули. И получить данные мы можем очень просто, да, можно сделать просто вызов к мастеру марафона и спросить, «Дай мне, пожалуйста, все инстансы нашего сервиса». В нашем данном случае, в рамках терминологии марафона, это application. Ну, в принципе, тоже самое. И он нам отдаст все эти данные, он нам отдаст наш хост, где мы развернуты, он нам отдаст IP-адрес, и он отдаст порты, на которых наше приложение зарегистрировано, да, инстанс, по крайней мере. И он нам скажет, прошли ли мы хелс-чеки или нет. Как видно, здесь можно обратить внимание, что вот вот эта вся конструкция, весь этот джейсон, называется tasks. Потому что в рамках мезоса и марафона нет понятия инстанса, есть понятие задачи. Фактически, когда мы разворачиваем наш сервис, мы говорим, что это просто долгая, живущая задача. Вот это, чтобы просто вы немножко понимали терминологию, в которой мы сегодня будем. И в принципе, в качестве реестра сервисов мы можем использовать и Kubernetes, и мезосмарафон, и SEOs, или ваше собственное решение, которое вы хотите. И вопрос там, а надо ли нам использовать дополнительное специализированное хранилище конфигурации, остается открытым. Если у вас есть на это веские причины, да, вы можете. Если веских причин нет, ну, в принципе, можно эти заиспользовать. Spring Cloud в нашем случае это фреймворк для разработки распределенных систем. Он внутри него, он работает поверх Spring Boot, он реализует внутри себя основные паттерны для решения проблем в распределенных системах. И он имеет различные коннекторы к третьим решениям. То есть, как раз к тому, что мы рассматривали, к различным реестрам сервисов. Сейчас больше всего интересует сегодня такой паттерн, как Client Site Service Discovery, который говорит о том, что внутри нашего аппликейшена, прямо внутри нашего сервиса должен быть некоторый умный HTTP клиент, который умеет получать информацию из реестра сервисов и умеет проводить load balancing запросов между ними. Как и все, в Spring Boot все решается одной аннотацией. То есть мы добавляем просто к нашему приложению одну аннотацию, enable discovery client. У нас все магическим образом должно заработать. После этого мы можем заавтоварить, собственно говоря, наш discovery client. Это интерфейс. Если реализация, она будет отличаться в зависимости от реестра сервиса выбранного. И этот интерфейс является рекомендуемым. Рекомендуемым является по одной простой причине, что здесь такая книжка Cloud Native Java, ее пишет Джош Лом, в соответствии с авторствием. И он говорит о том, что этот интерфейс – это все, что нужно для того, чтобы адаптировать Spring Cloud к некоторому вашему решению, к некоторому реестру сервисов. Давайте разберем подробнее. Во-первых, есть методы, и в этом рекомендуемые сервисы, которые уже деприкейтят. Есть метод, который получает список инстенсов нашего сервиса. Есть метод, который получает список вообще всех зарегистрированных сервисов. Ну и давайте дальше рассмотрим пример. Вот мы, например, можем таким образом получить список всех сервисов, которые мы хотим. Spring Cloud сам по себе неоднороден. То есть есть проблема с тем, что есть core-часть какая-то, в которой базовый паттерн, и есть конкретные реализации. И более реализации заключается в том, что у нас, кроме одной аннотации, надо еще и сконфигурировать правильно. Конфигурация, она разная для каждого решения, поскольку сами решения разные. И более того, есть в каждом случае набор специфических фич, которые зависят от выбора вашего реестра сервиса. То есть вы возьмете один, будут одни фичи, возьмете другую, будут, в принципе, немножко другие фичи. Вот, например, на примере марафона мы список мастеров должны прописать в конфигурации. Поскольку если один мастер упадет, мы должны как-то обратиться к другому мастеру за данными. А вот в консуле, например, все иначе. Поскольку там агент, такая система, что агент находится на каждом хосту, мы можем вообще прописывать просто localhost и обращаться к нему. Ну и как можно заметить, настройки конфигурации различны для этих случаев. Авторизация тоже бывает по-разному сделана для разных решений, поскольку разные решения поддерживают разные авторизации. Ну вот на марафон, например, поддержат как basic авторизацию, так и токен авторизацию. То есть можно токен пересылать. Трудности еще бывают с маппингом. Например, в марафоне, как мы уже поняли, что это application, это не сервис. И самый идентификатор, он представляет из себя слэш, группа, слэш, апп. Но в Spring Cloud мы не можем использовать такую ренотацию, мы вынуждены ее конвертировать в другую нотацию через точку. Почему так происходит? Потому что это просто невалидный хостнейм. И мы его не можем использовать в качестве виртуального хоста, куда мы обращаемся. Соответственно, мы должны замаппить на другое представление некоторое. Значит, все это в листах инстансов получается довольно просто. То есть мы передаем туда идентификатор нашего сервиса, мы его конвертируем, запрашиваем все инстансы и сервисов, которые у нас есть. В данном случае это задача. Проверяем все на health check, что они там живые, здоровые. И после этого маппим их на классы уже Spring Cloud, на вот этот интерфейс, сервис, инстанс. После этого мы все это коллектим в лист и отправляем к тому, кто хочет это использовать. В принципе, все это очень просто. То есть мы берем и вот таким образом можем получить список всех наших инстансов. Однако, правда, вся discovery client заключается в том, что он не используется для конецкой балансировки данных. То есть он используется в некоторых вещах, но для самой важной части используется совсем не это. А что используется, спросите вы? Используется load balancer, который основан на Netflix Ribbon. Это просто библиотека, которая позволяет, ну, она настраиваемая, конфигурирована, позволяет проводить клиентскую балансировку. И в принципе может использоваться вообще вне стека Spring Cloud. И в общем случае вообще не нуждается ни в каком сервис-режистере. Почему так? И вот она подчиняется, собственно говоря, этому фреймворку. То есть то, что мы разбирали этот фреймворк, это примерно так и работает. Сейчас мы будем разбирать это подробнее. И в данном случае состояние у нас хранится не в виде списка сервис-инстансов, а в виде сервер-листа. Здесь нужно сказать, чтобы вы сейчас понимали дальше терминологию тоже, то сервер в данном случае это инстанс сервиса. Поэтому когда я буду говорить Ribbon сервер, это инстанс сервис. Соответственно, он может быть каким? Он может быть статическим на базе конфигурации или на базе информации из реестра сервисов. Ну вот статический, конфигурируемый, например, такой. То есть мы можем просто указать в конфигурации, какие у нас есть, к чему мы можем обратиться. После этого, когда мы будем вызывать методы load-балансера, например, по реконструкции URI из виртуального хоста в реальные, то нам будет в качестве ответа или хост, соответственно, то, что мы внесли в нашу конфигурацию. Все просто. Если посмотреть, как он получается, список этих как раз-таки серверов Ribbon-овских, то тут тоже все просто. Мы получаем список всех наших инстансов из марафона. Мы также проверяем на хелс-чеки. Мы маппим наши данные, но теперь уже на другой класс с другим интерфейсом, но данные все те же самые. Ну и коллектим в конце в лист. Все это дело. И вы спросите, а в чем разница? Ну, на самом деле, ни в чем. Потому что это разные представления одного и того же. По факту, если посмотреть реализацию, то, как правило, там просто огольный копипаст везде. То есть просто два раза имплементируется, в принципе, одно и то же. Единственная разница, и для Ribbon-а, как правило, есть еще некоторое расширение, более фишки различного рода. Например, вот в случае с марафоном, опять-таки, можно отфильтровать по лейблам, по каким-то приложениям. Можно сказать, что, например, мы хотим получить инстансы, только у которых версия, например, 3, или те, которые находятся в окружении девелоперском, либо еще по каким-то образом. То есть какой-то фильтр применить. Вот и все. Поэтому мы получили наши данные, и дальше нам нужно понять, жив ли мой сервис. Здесь надо понять, что значит жив, и как вообще проверить живучесть. В нашем случае мы получили данные какие-то, которые у нас есть. Проблема здесь заключается в следующем. Когда мы запрашиваем данные, мы ничего не знаем. До момента времени Т, потом в момент времени Т мы запрашиваем данные, получаем наш сервер-лист, выбираем каким-то образом кандидат для вызова, делаем вызов, а вызов не проходит. В чем дело? Ну, как бы понятно, что есть некоторая временная шкала, и за то время, пока мы выбираем решение, то есть мы опрашиваем наш, скажем так, реестр сервисов, его состояние может измениться в этот момент. И мы об этом можем не знать. Значит, как это решается? Ну, как можно? Можно пинги, например, делать более часто. То есть мы можем запрашивать, например, раз в 30 секунд, а пинги делать, например, раз в секунду. В принципе, логичное решение. Значит, это есть функциональность, есть load-balancer, у него есть, он его называет в background-трейде пингер, который это просто background-таск, который по некоторой стратегии пингует наши инстансы. Он спрашивает, а жив ли ты в настоящий момент. И это делается с помощью интерфейса ipink. Если посмотреть по умолчанию, то используется стратегия, которая называется serial ping-strategy, которая последовательная и делает очень просто. У нас есть набор кандидатов, которые мы хотим рассмотреть. Мы просто итерируемся по ним, спрашиваем каждого, а жив ли ты. И если жив, мы помечаем тебя живым. Ну а если нет, то нет, соответственно. Однако здесь возникает проблема в том, что если наши пинги начинают долго идти, то есть у нас много инстансов, которые нам надо проверить с одной стороны последовательно при этом. А пинги там у нас, например, не самые быстрые. И у нас начинают возникать проблемы. То есть что делать, если пинг слишком долгий? Какие тайм-ауты правильно ставить? А не будет ли это, собственно говоря, может быть, мы вообще не будем получать данные в актуальном состоянии? Поэтому если посмотреть реализации, которые используются по умолчанию, то они все на самом деле фейковые. Они не проверяют реальное состояние. Они берут то состояние, которое они получили из реестра сервисов и фактически выдают его нам за пинг. Есть, ну как и все в Spring, в Spring Cloud в частности, есть безусловные реализации, которые позволяют, скажем так, по-честному проверить пинги. Он называется ping-url-класс. Его, так как в Spring все настраивается, вы можете настроить его использование. Но как бы я не видел ни разу, чтобы, во-первых, его использовали, во-вторых, для этого, очевидно, нужна непоследовательная стратегия. То есть нужно как-то придумать, как это все использовать. Поэтому, как правило, то есть, когда наш сервис жив, мы не проверяем на уровне самого приложения. Мы не пингуем, мы доверяем тому, что приходит из реестра сервисов, поскольку он за нас эту работу уже делает. И, в принципе, все, что нам нужно сделать, это найти некоторый баланс между тем, как часто мы запрашиваем информацию и сколько времени мы можем быть, так скажем, в состоянии, когда мы что-то не знаем о нашей системе. Ну, в зависимости от критичности сервиса, мы можем как-то это время варьировать. То есть эти возможности тоже есть. Когда мы, собственно говоря, получили состояние, да, некоторое, мы хотим отсеять. То есть нам нужен фильтр. Поэтому есть такая вещь, как фильтр. Фильтры представляют из себя цепочку фильтров. То есть они идут, можно там последовательно, их можно как-то параллелить, можно делать композицию между ними, что хотите, собственно говоря. То есть это просто Java-код. Вы можете написать собственный фильтр. Значит, зачем вообще нужны фильтры? И как они работают? Ну, представьте себе, у нас есть клиент, у нас есть две зоны. Если вам не нравится слово зона, вы можете подразумевать, что это data center. Просто понятие зона пришло из Amazon availability zones, которые изначально Netflix использовались. Но, в принципе, вы можете для простоты понимать, что это data center. И понятно, что вызов внутри нашего локального дата центра, он дешевый, а вызов вне нашего локального дата центра, он дорогой. И наша задача, как бы, взять инстансы из нашего локального дата центра, если мы можем. Однако ситуация начинает меняться тогда, когда в нашем дата центре становится что-то плохо. То есть у нас перегруз дата центра, еще какие-то проблемы, авария. И в этом случае запросы в наш локальный дата центр могут быть уже менее предсказуемыми. И мы можем пожертвовать, скажем так, стоимостью ради того, чтобы наш результат был более гарантирован. И в этом случае мы можем выйти из нашего дата центра и делать запросы в другой дата центр. Работает это следующим образом. То есть у нас есть load balancer, и у него есть некоторые фильтры, есть так называемый zone affinity filter, который для того, чтобы принять решение, какие инстансы оставить, используется snapshot зоны. Что такое snapshot зоны? Так как мы делаем вызовы с нашего клиента, то мы собираем статистику по каждому конкретному инстансу во время его жизни, там методом сквозного окна. И эта статистика, она разнообразная. То есть там есть, например, количество активных соединений, количество активных серверов в нашем дата центре, количество инстансов, которые попали в ловушку circuit breaker, то есть тех, у которых pattern circuit breaker в состоянии open, то есть тех сервисов, которые считают, что они уже как бы не в состоянии выполнять правильные запросы от пользователей. И у нас есть некоторые настройки, которые мы можем регулировать. То есть мы можем проверить максимальную загрузку на один инстанс сервиса, мы можем посмотреть, сколько у нас там вообще осталось живых инстансов, ну и так далее. И в случае, если эти все проходят, то есть если мы вписались в наши, так скажем, конфигурации, то мы можем исключить инстансы из всех других зон. Вот для нашей локальной зоны, если все хорошо, то мы можем все остальное исключить, потому что наша зона зеленая, мы с большой вероятностью получим дешевый корректный вызов. Однако ситуация, вот как в этом случае, однако ситуация меняется тогда, когда мы не вписываемся в наши рамки. То есть, например, в данном случае у нас осталось меньшее количество доступных серверов, чем то, что мы поставили, и значит в нашей зоне есть проблемы. И в этом случае мы не фильтруем инстансы из других зон. И в данном случае запрос может уйти как в нашу зону, так и в соседнюю зону. По умолчанию, однако, используется другой фильтр, который называется zone preference. Он работает следующим образом, что он проверяет, что если у нас в нашей локальной зоне есть хотя бы один инстанс для вызова, он вызовет его. Вот. А если, соответственно, никого нет в нашей локальной зоне, ну все, ничего не буду вызывать. Значит, цепочка фильтров, она в целом помогает улучшить шансы и увеличить, точнее, шансы на корректное исполнение запроса, отсеивает плохие и дорогие инстансы. Но даже когда мы остались, в принципе, скажем так, все профильтровали, у нас остается еще последняя миля. То есть мы должны понять, кого нам вызвать. И для этого есть правила. Правил много, соответственно, есть round robin, есть random. Ну, в принципе, понятно, как они все работают. Либо по кругу, либо случайным образом. Давайте разберем более интересное правило. Например, есть weighted rule. И когда мы обычно говорим про конфиг с весами, мы представим, что это вроде Nginx. То есть мы представим, что мы там как-то определили вес заранее, того, как наши инстансы работают. Weighted здесь работает не совсем так, поскольку он называется на самом деле weighted response. И он работает следующим образом. То есть в бакграунде мы собираем статистику, смотрим, насколько быстро отвечает наш инстанс сервисов конкретных. И мы, чем больше время ответа для конкретного инстанса, тем меньше его вес. То есть мы считаем, мы с большей вероятностью выберем те инстансы, которые отвечают в среднем за меньшее время. Как бы считая, что они более здоровые, чем остальные. В данном случае у нас есть пример. Есть медленный инстанс, он работает в 100 миллисекунд. Есть быстрый инстанс, он работает в 10 миллисекунд. Если мы подаем 5000 реквестов, например, в секунду, то мы получим, соответственно, при раундробе неравномерное распределение по 2500 чина каждого и 70 миллисекунд в качестве среднего времени ответа. Что, в общем-то, не очень хорошо, на самом деле. Если мы применим weighted rule, то в нем уже быстрый инстанс будет превалировать в количестве вызовов, и среднее время у нас уменьшится. Значительно причем. И здесь неинтересный трейд-офф, что если мы поднимем, например, меньшее количество запросов, скажем, на миллие расстояния во времени, то у нас может оказаться так, что все, на самом деле, инстансы… Ну, то есть результат не отличается от того, что как будто бы мы по раундробину были. Разгадка здесь очень простая, на самом деле. Она заключается в том, что, как и везде, у нас есть некоторый интервал обновления, интервал пересчета весов. И вначале он по нолям, соответственно, будет выбираться 50 на 50, на самом деле, в нашем случае конкретно. Через 30 секунд он будет работать уже правильно. Поэтому, если мы уменьшим время, например, пересчета до одной секунды, то у нас, скажем так, наша application быстрее начнет использовать данное правило. Да, в данном случае он веса пересчитал. Через секунду они стали правильными. Более интересная стратегия лишена этого недостатка – best availability, которая заключается в следующем, что мы выбираем тот инстанс, в который сейчас меньшее количество активных соединений. То есть чем меньше активных соединений, тем больше шансов на успех. Ну, в принципе, тоже понятно. Значит, если есть немало активных соединений, значит, мы быстрее их обрабатываем. И в данном случае у нас, в принципе, best availability rule будет работать всегда, как бы, ну, с самого начала он будет работать правильно. В данном случае вот average time там тоже достаточно хороший. Есть последнее еще такое фильтр. Есть такое еще правило, как availability filtering. Он, в принципе, почти как round robin, только исключает, соответственно, некоторые еще дополнительно плохие инстансы, например, инстансы, у которых максимальное количество активных соединений в настоящий момент. По умолчанию, однако, ничего из этого не используется. Используется zone avoidance. Работан он следующим образом. Он, на самом деле, является композитным. То есть он использует композитный предикат. И композитные предикаты работают следующим образом. Когда мы берем один из предикатов, например, zone predicate, у нас есть некоторые правила. То есть, например, zone predicate должен вернуть некоторое количество инстансов в результате своей работы. Если он вернул, например, количество инстансов, которые укладываются в наши, скажем так, те лимиты, которые мы поставили, то мы будем использовать его. В данном случае count больше, чем все вот эти цифры. Однако в том случае, если это не так, например, если он не вернул инстансы, которые вообще ничего не вернул, например, в данном случае, или мы не вписались в эти рамки, то у нас будет переключение на следующий предикат. И, как правило, такая цепочка предикатов построена таким образом, что в конце он вернет хотя бы один инстанс по round robin. Ну, вот zone predicate, например, availability predicate мы до этого рассматривали. Zone predicate работает следующим образом. То есть, здесь он не конкретные инстансы пересчитывает, а всю зону. И он выкидывает все инстансы из плохих зон, те, которые перегружены, или те, в которых много инстансов, которые не совсем в рабочем состоянии. Поэтому правила, они еще больше увеличивают наши шансы найти хороший инстанс, но по умолчанию хитрые правила не используются. И вы можете спросить, а почему не best availability? Ну, прикольное же правило. Проблема вся в том, что он не всегда предсказуем. То есть, соответственно, его нужно использовать очень с осторожностью и очень правильно конфигурировать. Поскольку, если система начинает разбалансироваться, начинаются какие-то проблемы, то запросы у вас могут начать ходить волнами. То есть, от одних инстансов к другим и так далее. И потом очень сложно выровнять эту систему всю обратно. Ну и в конце, то, что можно было с чего начать, это то, как наши сервисы вообще попадают в нашу систему. То есть, есть два варианта регистрации и дерегистрации. Это либо third party, либо self-registration. А third party все очень простое. Ну, вот, например, на базе Docker Engine. Если мы в Docker запускаем, то мы берем, регистрируем наш сервис, он регистрируется, instance-контейнер, в нашем Docker. Docker делает некоторый ивент, этот ивент подхватывается регистратором, и он его перерабатывает как-то в нативный ивент для реестра сервиса. Информация попадает. В случае с пасом все еще проще. Поскольку мы уже деплоим манифест, то пас уже все знает, он уже сам все ранует, у него уже есть вся необходимая информация о том, где есть. И причем она чаще всего будет еще и более достоверна, чем в реестре сервиса. Но иногда хочется сделать саморегистрацию, и она в Spring Cloud зависит от выбранного реестра сервиса. Но она не нужна для пас-решений. Работа она очень просто. Там есть автор сервис регистришн, который просто является мостом между информацией и спринга, который берется, и, соответственно, каким-то представлением в реестре сервисов. Она включается, когда приложение стартует, и разрегистрация проходит тогда, когда ваше приложение останавливается. Так как мы все запускаем, в саморегистрации есть некоторые проблемы, так как мы все запускаем внутри контейнеров, то, например, с Docker контейнером у нас есть внутренний IP-адрес и внешний IP-адрес. Мы точно знаем по реализации, что loopback интерфейса не будет участвовать в выборе. Однако все остальное, оно потенциально может быть. То есть когда вы зарегистрируете ваш контейнер, любой из этих интерфейсов потенциально может оказаться в качестве IP-адреса, и не факт, что он будет доступен другим инстенсам, другим сервисам. Если это используется, можно это отключать. То есть если настройки отключения такой регистрации, там где-то возможно. Опять-таки это используется не во всех решениях, которые есть. Можно указать интерфейсы, которые мы заигнорируем. У нас есть какие-нибудь virtual box, bridge и так далее. Однако, когда это раньше было, и был вопрос, а почему вообще от обратного? То есть что делать, если у меня появится потом еще какой-то интерфейс? Как-то мне надо регекс по правильному включиться писать. Поэтому мы добавили preferred interfaces. То есть сначала мы пытаемся взять preferred interface, который у нас есть. А если мы не нашли preferred interfaces, то мы возьмем те интерфейсы, которые не были заигнорены на предыдущем шаге. Ну и да, там где есть опция prefer IP-адрес, ее нужно включать, потому что часто хостнейм, особенно внутри докер-контейнера, может быть совсем не тем хостнеймом, который вы ожидаете. То есть он может быть внутренним хостнеймом самого докер-контейнера. Поэтому выбирайте внешнюю регистрацию сервисов, если она еще особенно идет из коробки. Самая регистрация имеет некоторые подводные камни, на которые можно натолкнуться. Вообще, в принципе, облака, контейнеры, динамическая привязка ресурсов приводят к нас к необходимости задачи обнаружения сервисов. Но основная цель здесь у нас, это именно предсказуемая работа системы. То есть сама регистрация, она не является самоцелью. В Spring Cloud много готовых решений, но их использование будет отличаться в зависимости от выбранного вам реестра сервисов. Поэтому нужно изучать базовые решения, которые лежат внутри. Те решения, которые вы используете в качестве коннекторов. И очень многие вещи от нас реально прячут в недрах конфигурации. Можно закопаться, и там довольно много различного рода оптимизации можно сделать, если они нужны. Ну и да, по возможности выбирайте внешнюю регистрацию. С самой регистрацией могут быть проблемы некоторого рода. Так, сейчас у меня есть еще немножко времени. У меня есть еще демочка. Значит, вот у меня… Так, мне надо как-то его вот так вот сделать. Так, вот у меня есть… У меня есть application, да, который я развернул. У меня есть два инстенса. Если здесь посмотреть, то один инстенс в дата-центре один, один инстенс в дата-центре втором. У меня есть приложение, оно довольно простое. Соответственно, тут просто вот те же самые аннотации, да, enable discovery client, там все, на-на-на. Пошли проинжектили интерфейсы в вебах Алиурлы. В принципе, это единственный класс в приложении. Да, спасибо Springus за это. Сейчас мы запустим наше замечательное приложение, и мы посмотрим, как оно работает. Ну вот сейчас у нас ничего нет. Давайте я вам тоже еще побольше сделаю, чтобы было… Вот, вы могли видеть лучше. Вот так вот хорошо, да, видно, я надеюсь? Вот так хорошо, да? Видно всем? Здорово. Ну вот, у нас пошла, значит, эта дискотека, соответственно, у нас это один инстанс, видно другой инстанс, то есть мы переключаемся между этими двумя инстансами. Это как раз-таки то, что выдает Java по get localhost. То есть вот это как раз одна из примеров, почему в саморегистрации мог быть проблема с теми же самыми хостами. Но при этом мы можем, например, попробовать сделать так, есть замечательный ответ HTTP, мы можем, например, получить список всех наших инстансов. Это прямо мое приложение, оно говорит, что вот, да, эти инстансы в марафоне, они реально за это есть, да, вот тут написано, что один из них на мезослове, в котором в дата-центре 2, есть мезослове в дата-центре 1, есть IP-адреса и так далее. Я могу получить, например, URL-ы каждый раз таким вот образом. Я могу получить… Вот первый раз он мне выдает URL, который из дата-центров 1, я делаю еще раз вызов, он мне выдает URL из дата-центра 2. Мы можем убрать это все дело, так как я говорил, помните, про зоны, то мы можем включить зональность, например, вот таким образом. Извините. Сейчас мы перезапустим приложение, здесь будет… Давайте снова watch включим, чтобы он посмотрел наши инстансы. Сейчас он пока работает, сейчас он будет перезагружать, пересоберет приложение, перезагрузит его, и сейчас мы видим то, что у нас будут приходить и участвовать в балансировке только инстансы из дата-центра 1. То есть у нас больше не будет переключений между разными дата-центрами, поскольку инстанс в нашем дата-центре, он жив. Сейчас он здесь всегда будет одними и тем же. То есть меняться он никак не будет. При этом, если мы запросим то же самое количество инстансов, инстансов у нас вернется 2, поскольку реально мы извинаем о двух инстансах. И если мы теперь будем пытаться URL получать, то мы всегда будем получать URL из дата-центра 1, сколько бы раз мы это не выбирали. Более того, так как здесь есть замечательная аннотация под названием Zool Proxy, то мы ту же самую информацию используем как API Gateway. То есть в нашем случае я мог бы написать запрос вот в таком варианте. То есть Test Marathon App – это в данном случае мой идентификатор сервиса. И я могу получить информацию из него. И я могу получить в принципе любой URL, который в нем внутри есть. Например, тот же самый HealthCheck, который скажет мне, что этот сервис в настоящий момент работает. Так, дальше. В принципе, у меня на этом все. Есть ссылки. То есть это оригинальные Spring Cloud на решение. Spring Cloud Netflix – это оригинальное решение с помощью EFREKI. Есть Spring Cloud Console – это коннектор к консулу. Есть паспроекты, один из них моя библиотека Spring Cloud Marathon, один из них библиотека от Fabricade, которая Spring Cloud Kubernetes, если кто-то использует Kubernetes, например, в своих решениях. Можно почитать, соответственно, в блоге о том, как это дело создавалось. Скоро там, я думаю, что допишу части 3-4, которые еще не дописаны. И, соответственно, если вы хотите попробовать, это демо-экземпл, он есть в принципе на GitHub. Вы можете просто склонировать репозиторий и проследовать тем инструкциям, которые написаны в Running the Example в Redmi файле. Если вдруг у кого-то какие-то будут проблемы, то можете, в принципе, писать. Я помогу ответить на какие-то вопросы. Теперь, наверное, все. Спасибо. И ваш вопрос. У нас есть время на вопросы. Спасибо, Александр. Поэтому вот руки, Глеб. Вот, посмотри, вот там люди хотят. Привет, спасибо за доклад. Я, может, тоже принял решение использовать Ribbon в проекте. Но мы постоянно спорили, что лучше иметь балансировку внутри приложения, то есть Ribbon, или поставить отдельный Nginx, который сам будет балансировать. Как ты можешь прокомментировать? Смотри, если у тебя, если речь идет о межсервисных взаимодействиях, межкоммуникации, внутренние какие-то, то предпочтительно использовать клиентскую балансировку. Это как бы вот мое мнение. Более того, такая структура, она используется много где? Она используется у нас в Одноклассниках. Она используется, например, если ты посмотришь GPC Framework, то там тоже есть некоторая реализация для load-балансинга, которая позволяет именно межсервисные взаимодействия. Если у тебя есть внешние клиенты какие-то, либо если у тебя есть, скажем так, приложение, так как в микросервисе нам как бы горят чуваки, ну что вы, не обязательно писать все на Java, как вы можете написать на Go. Вот сегодня еще 30 докладов про Go будет, поэтому пишите себе микросервис на Go. Там нет хорошего load-балансера клиентского. Ну, например, я не знаю, может есть. В каком-то языке может его не быть, например. Или он вас не устраивает по каким-то причинам. В этом случае вы можете, ну, как бы у вас не остается как особых вариантов, кроме того, как вводить еще один слой, который будет являться фактически edge-сервером, который будет пропускать запросы и маппить на себя все оставшиеся instances. Ну, да. То есть в этом случае нужно вводить третью сущность. Ну, в данном случае, как я показывал, можно использовать тот же самый Zool, который тоже является частью Spring Cloud, и, соответственно, он практически из коробки тебе там дает возможность поднять свой собственный edge-сервер. Можно использовать Injunx. Раз микрофон у меня, еще второй вопрос. Ты говорил про пересчет весов. Да. Вот у меня такая проблема была. Если какой-то из серверов упал, то вес на него еще есть, и он какое-то время продолжает на него ходить, и request-ы фейлятся. И пока веса не пересчитаются, он все еще на него ходит. Это не с весами проблема. Я как говорил о том, что когда ты получаешь instance, у тебя есть refresh-интервал, когда ты получаешь информацию, и у тебя есть некоторое время между этими интервалами, когда у тебя информация может быть уже не совсем актуальна. В этом случае обычно есть возможность задать либо retry в настройках Ribbon, то есть сколько мы будем retry на данный instance, и более того, есть настройка, которая скажет, в какой момент нам нужно перейти на следующий instance-сервис. То есть в нашем случае это тоже все конфигурируемое либо в рамках всего аппликейшена, либо прямо в рамках точечного какого-то конкретного сервиса, который ты вызываешь. Поэтому это должно решить проблему. Единственное, что, конечно, если у тебя instances вдруг все, одновременно их никого не будет, тебе тут уже ничего не поможет, потому что итерироваться не почему. Скорее вопрос в том, там еще есть одна стратегия, называется Circuit Breaker, которая запрещает ходить на какой-то сервис, если он, допустим, на течение 30 секунд банит его. У меня не получилось совместить эти две. Ну, может, какой-то опыт у тебя был. Вроде работает. Ну, то есть там надо… Ну, и давай потом подойди, я покажу тебе там настройки есть. Я делал для того, чтобы марафон, то есть вот клиент марафона, который ходит за информацией, он тоже на Ribbon как бы сделан, и там есть настройки, которые позволяют, что если у тебя нет какого-то instances, то он просто его игнорирует, берет информацию в следующем. Все. Еще вопросы? Тогда у меня вопрос есть. Я здесь. А, хорошо. Это что, тебя потерял? По поводу Linkerd и недавнего Google исти, объявили, по-моему, вот, объявили Linkerd. Слышал такое? Нет. Нет, не слышал. Нет, к сожалению, нет. Вопрос не стоит. Давай, 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 давай. А? Отлично. Так вот, по поводу у нас есть сервис discovery на уровне приложений, да, и это все-таки такой Linkerd, как сервис менеджер, он на уровне вот платформы, на уровне вот Kubernetes и вообще всех серверов. Это как альтернатива, потому что говорит Александр, и потому что она не зависит от приложения, не зависит от языка, и по сути load-balancing, rediscovery выносится на уровень вообще вне приложения. И приложение теперь не должно знать, не быть таким умным, про сервисы думать, всю эту конфигурацию сложно делать. Это как выход, ну, вот, убрать такую сложность все внутри приложений. Насколько вот это хорошая альтернатива Linkerd? Ну, скажем так, да, действительно, вариантов два, и даже более того, есть третий, в случае Linkerd, да, есть такой sidecar deployment, когда твой Linkerd является такой маленькой частью самого приложения. И в ITCO, насколько я знаю, тоже, в принципе, есть такой вариант, ну, просто нужно настраивать, докручивать, зависит уже от средств оркестрации. В одном варианте у тебя сложнее приложение, а в другом варианте у тебя несколько сложнее инфраструктура. И вот, собственно, если читать white paper того же Google, они пришли к использованию, в общем-то, ну, stand-down решения. То есть у них на всех серверах есть такой вот, типа ITCO или Linkerd, да, Borg называется. И он занимается, например, маршрутизацией, сбором метрик и так далее. Наверное, для большой компании это удобней. Ну, соответственно, если у вас, если вы только начинаете, то готовых решений, в принципе, вот до недавнего момента, таких, чтобы можно было легко задеплоить, не было вообще. Сейчас, конечно, уже появились и Linkerd, и тот же ITCO, и интеграция, например, с кубернетисом, раньше было хуже. Насколько стали зрелыми реализации в балансировке самом приложении, ну, в принципе, они не особо изменились. То есть они просто работают, у них свои трейдов, и, ну, как всегда, либо у тебя более сложное приложение, либо у тебя более сложная инфраструктура. Кому что нужно, каждый выбирает сам. Но собирать именно статистику и метрики по работе приложений, конечно, сложнее в случае варианта, вот как рассказывает Саша, да, с клиентской балансировкой. Окей, отлично. Александр, ты воркшоп уже это всем... Сейчас, подожди, еще не закончилось. Да, еще вопросы? У нас как раз время. Ну, ладно. Если вопросов больше нет, отлично, если кто-то хочет задать вопрос в перерыве, подходите. А тот, кто записался на воркшоп по Spring... Да, по Spring Cloud, то да, мы приглашаем. Он, по-моему, следующим идет. В зале номер 3. Да, в третьем оттоке будут воркшопы, так что приходите, кто записывался. Все, всем спасибо. Спасибо.